Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как мы 10 дней сидели на карантине в Бангкоке. Не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и естественно нажать на колокольчик. Ну что ж, а мы погнали покажем всю суть, что происходит, когда ты сидишь на карантине. Вы такого точно не ожидали. Ничего! Ничего! Чего не поняли? Мы летели в самолете 8 часов, но пока мы еще ничего не подозревали, что нас ждет впереди. Нас очень вкусно покормили целых два раза. Перелет был просто великолепный. А это нас отвозят до нашего карантинного отеля. Итак, вот мы уже на этаже, как вы можете видеть, на тумбочках лежит у каждого своя еда. Карантинный отель стоит 110 тысяч рублей на 10 дней на двоих. И то в номер заселяют двоих, если вы расписаны. Если вы не расписаны, то придется на каждую платить по 110 тысяч рублей. Короче, это просто нереально. Посмотрите на этот номер. Ммм, сколько вкусняшек. Начался наш первый день карантин. Нам на завтрак принесли яичницу, ветчину и хлебушек. Ммм, выглядит достаточно аппетитно. Посмотрим, что будет дальше. А это наш завтрак, обед и ужин. Он примерно выглядит как-то так. Это наш первый день. Привет-привет. 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 Угу. Тайон, барху, привет. Привет. Вот, смотрите. Вот, да, вроде нормальная еда, блядь. Посмотри нахуй, что это такое-то вообще. Что это, блядь, за старая трава, нахуй. Вот, просто посмотрите, качество вот этой травы. Я съела одну креветку. Мне кажется, что сейчас пойду, блядь, и блевану, нахуй, в коридор. Да, вообще невозможно жрать. Мы хотим жрать. Мы начали, а это еда их, блядь. Дай, как говно, блядь. Ризы, ебли, смотри, что они копили. Моя, блядь, блядь. Моя, блядь, блядь, блядь. Что это, блядь? У нас мы дрались в домере на 5 суток. И знаете, там в поляции и выгодные уходки. Папа, что-то... Это все за 110 тысяч рублей. Честно, мне даже дома больше нравится, брата. Я какого-то езжу по сулязе. Вы нам сказали, что никто не будет здесь ничего убирать, потому что здесь типа ковидная зона. Ковидная зона, блядь. Собязательно, когда вы на тесты. Не знаю, я супа снухнироваюсь. Одного супа не было. Вот вам суп, вот. Кто будет есть? Ни чая, ни сахара. Ничего нам не предложили. Ничего вообще. Ни соли, ни соли. Ни вообще ничего нет. Даже хлебу куска не дали. Как это жрать, блядь? Свиньям так лучше относится, блядь. А мы за это заплатили 110 тысяч рублей. Это пиздец. За свою еду, что придется реально бороться. Прям. Это жесть. Куда ты? Ну, он как-то умер уже, блядь. Не ест? Да, все. А почему алкоголь-то нельзя, блядь? И да, алкоголь вообще нельзя. И нам вообще нельзя было выходить никуда 10 дней. Так вот, если вам приносят еду, и она не очень, или вы такой не едите, вы можете позвонить на ресепшн, и вам ее поменяют. Либо там писать гиду или не гиду, кто у вас там будет. Короче, запоминайте этот супер лайфхак. Он вам очень поможет, если вы сидите на карантине. Потому что реально нам приносили тухлую невкусную еду. И это было невозможно есть. Ну, вы видели видео до этого. Так вот, друзья. Крепитесь там. А это мы уже пожаловались на еду, потому что до этого она была тухлая, и мы ее просто выкидывали. И смотрите, какой принесли вкусненький там ямчик с креветками. Поэтому никогда не терпите, всегда жалуйтесь. Особенно, когда вы сидите на карантине. Потому что, во-первых, сходить пожаловаться нельзя. Выходить тоже никуда нельзя. Ты сидишь, как в клетке. Ты слишком малыш, чтобы свадьбе не огулять. И да, если вы захотите что-то приобрести или купить, то персонал может загнуть тройную цену, либо вообще не приносить три дня то, что вам надо. И вы будете сидеть. Да, ребят, кто не был в Таиланде, сейчас и идет карантин-отель, не приезжайте в Таиланд, потому что сейчас вы здесь ничего не увидите. Вообще, курсы закрыты, все закрыто, полон локдаун. Даже алкогольные продают, и магазины закрыты после девяти. Поэтому, если вы сидите карантин здесь, то либо вы здесь живете, у вас здесь дом, либо еще что-то. Но если вы здесь ни разу не были, то не стоит сейчас ни в коем случае приезжать. Так, дамы и господа, продолжение следует. Вы увидите скоро вторую часть. Подписывайтесь, ставьте лайк и люблю.